За этот год в Брестской области выявлено 139 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Это немного меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По-прежнему самым неблагополучным в этом плане городом является Пинск. Ни одного нового случая ВИЧ не зарегистрировано в Жабенковском и Ляховическом районах. В Бресте в 2019-м выявили 22 новых носителя ВИЧ-инфекции. Основным путем остается это половой путь передачи. За этот год у нас 86%, а за все годы наблюдения где-то сейчас составляет 64%. Инъекционный путь передачи у нас сегодня где-то 18%. Есть такие гомосексуальные контакты. В этом году мы тоже из этой группы населения, группы риска выявили 4 случая. Проблемой является трудовая миграция. Каждый пятый из заболевших был инфицирован на территории других стран, когда находился на заработках. Не остаются в стороне от проблемной ситуации правоохранительные органы. Предпринимаются все меры по недопущению поставок психотропных средств на территорию Брестской области. В настоящем году нами было пресечено 5 каналов поставки. 2 с территории стран Западной Европы, 3 с территории Российской Федерации. Было выявлено и в последующем возбуждено 13 уголовных дел за содержание наркопритонов. Кроме этого, было установлено и в последующем ликвидировано 2 помещения, специально приспособленные для изготовления психотропных веществ и наркотических средств. Кстати, сегодня, чтобы провериться на ВИЧ, не нужно обращаться в учреждение здравоохранения. Можно купить тест в аптеке. С прошлого года в аптечной сети продаются наборы мультитеста для проведения самостоятельного экспресс-анализа на ВИЧ по слюне. За 10 месяцев этого года жители Брестской области приобрели более 800 экспресс-тестов. Два человека нам звонило, в наш областной отдел ВИЧ-спида, что были положительные два случая таких. Мы им предлагали перетестироваться, зайти в процедурный кабинет поликлиники, сдать анализ на ВИЧ по крови и тогда получить результат. Мы результаты дальнейших не знаем, но мы знаем, что такие были примены. То есть люди активно покупают эти экспресс-тесты, то есть люди хотят знать статус. Вот этот шлейф, который пришел к нам с начала эпидемии, что это какая-то постыдная болезнь, что это какое-то клеймо наставить на человека, все это уже в прошлом. И сегодня отношение к ВИЧ-инфицированным меняется. У нас ежемесячно на приеме порядка 250 человек. Виктория Нечаева, Григорий Пекарский, Александр Макареевич, телекомпания Буктовая.